После будущего кота, после нанесения гякульцуки, нога переходит в удар тады имплитч, хидят, удар локтем, удар локтем. Здесь практически это происходит без блока, как мы стояли, рука сразу оттягивается и удар локтем. Обычно, как кота, вытянут локоть на высоте глаз, ладошка на себе. Все, а потом нога уносим удар локтем. В кота нет блока, но мы можем само это движение хи-гидэ превратить в защитную технику, к примеру, как в кота была, там у тюби стоял, это по-моему тюби шел, рука сама оттягивая, она уже оттягивается, она может превращаться блоком, но не с ним удар сразу. Если я подумаю в голову, мы как-то так вести, могу как-то хватать, этим местом просто вниз и сразу удар. Также могу использовать удар локтем, если человек, например, уже положил на плечо, а там хватает. Также тяну на себя и наношу удар локтем. Здесь много вариантов, так как кота просто удар локтем. Интерпретировать можно по-разному. Также следующий элемент. После МП сразу скуи двойной. То есть это блок скуи, как мы думали, это делаем в карту, только рука вращается и другая кисть тоже вращается. Это как форма внешняя, да, и немножко вниз. То есть скуи-юке, скуи-юке. И одновременно тыщу. Тыщу. Понимаете? Так же, как этот прием работает, когда удар локтем идет, мы подхватываем скуи-юке. Скуи-юке, чтобы только вот в нос скручиваете, чтобы не попало, да, и потом рука с этой стороны, да. Задача немножко отвернули ногу, чтобы человек упал в другую ногу, да. Это как из вариантов скуи, но это достаточно бывает сложно. Другой ногой. Но часто скуи можно использовать без подхватывания и рука уже отсюда. И здесь стоп. Не на коленку, а по самому ступню. Еще вот так. То есть я подхватываю, рука отсюда. Чтобы скрутить, можно его прокинуть. Так же можно использовать и замысок для приема на основе умолачьего перехвата, а потом в локоть. Или давление, или удар, да, другую руку. Ну, поэтому как умолачьего длина идет, вот меня в руку. Ну, когда человек хватает, другую руку. Выключил руку, ну, это штаб, да, другую руку. То есть это потом, и скручу. Задача немножко.